В газовой столице обсудили вопрос обеспечения кадрами дорожно-строительной отрасли. Накануне глава города Андрей Воронов встретился с руководством Новоуренгойского многопрофильного колледжа и компанией «Урингой Дорстрой». Спрос на специалистов дорожной сферы высокий, учитывая темпы строительства на Ямале. Сейчас в городе нет специализированной площадки для отработки практических навыков на крупногабаритной технике. Задача – понять, каким характеристикам должна соответствовать территория и затем выбрать подходящий участок. Также планируется, что колледж и «Урингой Дорстрой» будут вместе готовить машинистов-трактористов. Юлия Шаркова с подробностями. В Новоуренгойском многопрофильном колледже с осени прошлого года обучаются студенты по 10 направлениям подготовки, среди которых медики, сварщики, повара-кондитеры, педагоги, доп. образования и другие. Всего 720 человек. И несмотря на то, что появление долгожданного среднеспециального учебного заведения во многом улучшило ситуацию с подготовкой нужных региону кадров, все же пробел по некоторым пока имеется. Например, учитывая темпы развития округа, актуален вопрос обеспечения новыми специалистами дорожно-строительной отрасли. Руководство колледжа решили обсудить этот вопрос в ходе рабочего совещания с главой города Андреем Вороновым и представителями компании «Урингой Дорстрой». Компания уже сейчас работает с нашими студентами, принимает их на плачевную практику, учит дополнительно, рассматривает и видит перспективы для открытия новых программ. Наши, скажем так, специалисты готовы поддерживать, разрабатывать совместно какие-то программы, утверждать, читать необходимые лекции. В том числе практика, да? В том числе обязательно прохождение практики. Мы готовы предоставлять технику для практического прохождения. То есть надо просто обсудить, совместно выработать план и по нему идти работать. Учитывая темпы строительства в регионе, специалисты дорожной сферы востребованы. Таким образом было решено, что многопрофильный колледж и «Урингой Дорстрой» совместно будут готовить машинистов-трактористов категории B, C, D и E. Но сегодня в городе нет специализированной площадки для отработки практических навыков именно на крупногабаритной технике. Андрей Воронов дал поручение разработать проект будущего полигона. Давайте начинать готовить их задания. Учесть в том числе и определенную удаленность от жилья, чтобы это не мешало никому. А потом уже, понимая границы участков, площадные в первую очередь, уже будем смотреть, что в наличии есть у нас, из чего можно выбрать. Понятно, что следующий вопрос будет финансирование. Надо же делать покрытие, твердое освещение и все остальное. На первом этапе нет. Там твердое покрытие не обязательно. Там же больше именно трактористов, бультеристов. Мы сейчас гадаем. Есть требования? Да, изучали. Да, изучали уже, подготовились. Ну да, надо просто точные параметры, запрос сделать. Минимум, максимум. В ближайшем будущем руководство колледжа и строители определятся, каким характеристикам должна соответствовать территория будущего автодрома. После обучения на нем студенты смогут проходить практику уже на реальных объектах предприятия Уренгой Дорстрой. Юлия Шаркова, Виктор Етленко, служба новостей «Импульс».